В этом спецвыпуске в студии телерадиокомпании Гомель мы говорим о социальных инвестициях и инициативной деятельности, а также о реализации проекта «Гомельский район. Территория просвещения». Итак, мы начинаем. Что ж, я с удовольствием представлю гостей в студии. Глава представительства Немецкой ассоциации народных университетов в Республике Беларусь Галина Веремейчик. Галина, здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского райисполкома, директор проекта «Гомельский район. Территория просвещения» Владимир Александронец. Владимир, рад видеть. Добрый день, Александр. И заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского райисполкома Татьяна Казачкова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, уважаемые друзья, инициативная проектная деятельность. Насколько это направление развито в Гомельском районе? Я хочу сказать, что на территории Гомельского района, как в принципе на территории любого района нашей республики, в каждой области, конечно же, проектная деятельность является одной из составных частей любого образовательного процесса и не только. В 2009 году на базе Уридской средней школы в Гомельском районе у нас, городок Уридская, открылся филиал Русского музея, виртуального филиала. Это был один из первых ярких проектов, в который включился наш район. В 2014 году одно из учреждений образования, Рудни-Телешовская базовая школа, вступила в международный проект ШПИРЭ. И я хочу сказать, что на протяжении многих лет, конечно, самыми активными участниками в проектной именно деятельности были учреждения образования. Яркий и показательный пример. С завидной периодичностью под эти идеи, стоящие идеи проекта, удается находить реальные деньги. Это тоже немаловажный факт. Действительно, Александр, на протяжении двух последних лет, начиная с 2014 года, Гомельский район включился в активное сотрудничество с представительством Немецкой ассоциации народных университетов Беларуси. Да, и за этих два года нам, по сути, удалось привлечь в Гомельский район 160 миллионов белорусских рублей. В рамках наших проектов нам удалось закупить оборудование для школьного музея в Грабовской школе. Приобрести другое оборудование для нужд этой же школы, которая будет служить и благоустройству парка. Но самое важное и ключевой момент это то, что большая часть средств она тратится на содержательную часть проекта. То есть это образование взрослых и детей в зависимости от направленности проекта. Да, это действительно так. Как раз таки на организацию просветительских образовательных мероприятий, но в данном контексте именно прежде всего для взрослого населения. Галина Владимировна, инициатива за инициативой появляются проекты в Гомельском районе. Это свидетельство, как понимаю, того, что конкурентоспособны эти идеи даже на уровне Беларуси. Ну, я бы начала, наверное, говорить в целом о Гомельской области, о Гомельщине. То есть Гомельская область достаточно активна в привлечении инвестиционных ресурсов, говоря языком бизнеса, или языком некоммерческих проектов, донорских средств. И наша организация, в принципе, до того, как мы начали поддерживать инициативы Гомельского района, начала работать в Гомельце, на территории Гомельской области с 2010 года. Территория просвещения, я бы сказала, в общем-то, на сегодняшний день среди наших партнерских организаций нет таких инициатив, которые бы говорили о том, что на местном уровне следует объединить усилия различных игроков для того, чтобы расширить доступность просветительской образовательной деятельности для взрослых. Владимир Татьяна, как понимаю, основной партнер в реализации этих проектов, партнер-донор, это компания DVV International, немецкая ассоциация народных университетов в Республике Беларусь. Не так ли? Да, действительно, Александр, это так. Как я говорил уже ранее, мы на протяжении двух последних лет активно сотрудничаем с представительством Немецкой ассоциации народных университетов в Беларуси. И здесь необходимо вспомнить и проект 2014 года, это Грабовский парк, который мы реализовывали в рамках большого республиканского проекта представительства «Живая история моего края». И проекта этого года «Гомельский район. Территория просвещения». Но еще необходимо отметить, что Гомельский район сотрудничал в прошлом году и с представительством в рамках подготовки международного заключительного фестиваля в рамках проекта «Живая история моего края». Проект 2015 года называется так «Гомельский район. Территория просвещения». Какие идеи стояли у истоков этой инициативы? В основе проекта «Гомельский район. Территория просвещения» заложена идея обучающегося региона, региона, территории, где созданы, по сути, надлежащие достойные условия для получения качественного и доступного образования и получения доступных образовательных и просветительских услуг всеми социальными группами, проживающими на территории данного региона. Гомельский район «Территория просвещения» станет одним таким маленьким шагом для того, чтобы на территории района действительно была создана полноценная система дополнительного образования для взрослых, которая была бы ориентирована на все, без исключения по возрасту целевые группы. Итак, значимая часть проекта уже реализована. Об этом говорили, об этом еще поговорим. Если коротко, насколько она оказалась плодотворной и успешной? Ну, я думаю, поскольку в рамках проекта этого года мы, возможно, менее видимы среди местных жителей. Это обусловлено тем, что основная цель проекта заключалась в создании условий. Создание кадровых условий, подготовка тех людей, которые готовы будут работать с тематикой образования и просвещения взрослых. Это создание методических условий для того, чтобы система дополнительного образования взрослых в Гомельском районе не только поднялась на определенные организационные рамки, но еще и получила свое методическое сопровождение. Кстати, у нас есть видеоматериал в тему разговора. Наш корреспондент Юлия Борисовец побывала в Гомельском районе на семинаре по подготовке общественных методистов. Предлагаю вспомнить, как это было. Итак, внимание на экран. За прошедшие 20 лет ситуация в сфере образования сильно изменилась. Сегодня актуальным стало непрерывное образование. Его суть в том, что потребность в повышении компетентности личной, социальной, профессиональной постоянно растет. Система образования должна на это реагировать. Чувствуют ли взрослые белорусы дефицит в знаниях, решили обсудить работники учреждений культуры, образования и общественных объединений Гомельского района. В рамках обучающего семинара тренинг проводил заместитель председателя Республиканского общественного объединения Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО Виталий Никонович. Виталий Никонович познакомил участников с современными принципами и подходами в образовании взрослых, а также с различными технологиями разработки, проведения и оценки образовательных программ в целом. Образование через всю жизнь – лозунг организаторов семинара, в рамках которого выяснили, что жители Гомельского района с целью повышения конкурентноспособности на рынке труда готовы повышать и свой профессиональный уровень. Будущие провайдеры образования для взрослых знают, что учить непросто. Однако нынешние условия неформального образования требуют от заинтересованных смелых пилотных проектов. Таким на Гомельщине видится проект «Гомельский район. Территория просвещения», нацеленный именно на взрослых. Сегодня есть в Гомельском районе такой потенциал и огромное количество жителей старожил и людей преклонного возраста, которые могут поделиться необыкновенно интересными и мыслями, своими наработками, и хобби. И помогут мне, дадут возможность собрать вещи историко-культурные, которые будут хорошим наследием нашего молодого поколения. Факт проведения таких мероприятий говорит о прочной базе для успешной реализации образовательных программ, которые, к тому же, поддержат формальную систему образования в Беларуси в целом. А в современных условиях развития непрерывного образования это немало. Юлия Борисовец, Сергей Лукашок, телерадиокомпания «Гомель». Итак, уважаемые друзья, мы возвращаемся к разговору. Ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. Галина, вы впервые так виртуально окунулись в атмосферу. Ваше впечатление? Ну, очень приятно видеть, когда люди активно вовлечены в процесс. Улыбки на лицах. Да, и это вот как раз специфика неформального образования, то есть того, которое не завершается выдачей иногда документами государственного образца. Ведь такая совместная деятельность позволяет зачастую узнать так много, что мы не из всякой книги можем это, так сказать, черпать такое знание. Владимир, Татьяна, наверняка интересовались отзывами, что говорят сами участники. Наши люди, они настолько открыты и готовы к сотрудничеству, готовы к дружбе. И готовы, они как губки, готовы впитывать все самое новое. Это очень хорошо. То есть практически нас всех подготовили уже в формальном образовании к тому, чтобы мы продолжили это уже в неформальном образовании. Я получила максимум удовлетворения и максимум полезных как идей, так и полезных контактов с людьми. Владимир, а участники – это люди каких профессий? Мы подбирали участников нашего семинара по подготовке общественных методистов в сфере дополнительного образования и просвещения взрослых, исходя из следующего критерия. Это учреждения культуры, которые наиболее связаны со взрослым населением Гомельского района. Это общественные организации с целью расширения их участия и взаимодействия с государственными учреждениями, организациями, а также учреждения образования. По сути, это был состав участников нашего семинара. Хорошо. Какая задача сегодня стоит перед общественными методистами? Ну вот, по сути, когда мы начинали и было заложено первоначально в идею проекта «Подготовка общественных методистов», кто такой методист? Методист – это тот, который освоил и знает метод. А метод – это способ достижения цели или способ решения определенных задач. Мы в рамках семинара дали нашим участникам конкретные и возможные инструменты, которыми они могут пользоваться у себя на местах в работе со взрослым населением и с тематикой образования взрослых. Не так давно был дан старт новому интернет-порталу. Расскажите о нем. Да, это вот как раз-таки продолжение темы об информационном сопровождении процесса образования и просвещения взрослых. Это одноименный проект «Гомельский район. Территория просвещения». Правильно я понимаю? Да. Мы в рамках проекта запустили интернет-портал «Гомельский район. Территория просвещения». Это вот, в принципе, на экране видно главная страница. Суть проекта мы попытались создать в рамках этого портала, по сути, электронный каталог образовательных и просветительских услуг, которые оказываются жителям Гомельского района всех возрастов. На главной странице портала размещена карта Гомельского района. Нажав на населенный пункт, мы в самом начале видим образовательную визитку региона, чем представлено образовательное просветительское поле того или иного населенного пункта. И в подробной вкладке у нас уже представлена информация о том, где и какие услуги образования можно получить в данном населенном пункте. Ну и дополнительное меню – это, по сути, методическая копилка, база, это ресурсный центр электронный. Вот наши материалы, которые мы размещаем и синхронизируемся и с сайтом представительства Немецкой ассоциации народных университетов и ассоциации дополнительного образования и просвещения, то есть тех организаций и учреждений, которые продвигают и работают в сфере образования и просвещения. Другими словами, это такая своеобразная виртуальная версия районного методического центра, не так ли? Да, это так. Региональная ярмарка образовательных услуг. Знаю, что и эта часть проекта уже реализована. Расскажите, как все прошло? Я хочу сказать, что, конечно, у нас в Березках недавно состоялось мероприятие как раз представление тысячелетия князя Владимира, где мы сотрудничали при партнерских отношениях и с Гомельской районной епархией Гомельского областного благочиния. Цель достигнута совместно с Гомельским благочинием, с Православной Церковью, совместно с представителями как местных властей, так и руководителей культурных, учреждений культуры, образования в формате достаточно круглого стола и взаимодействия. Плюс ко всему, это мероприятие было посвящено тысячелетию представления князя Владимира. Детали Владимир, наверное, больше расскажет, как основной организатор этого мероприятия, но, на мой взгляд, резонанс в обществе, резонанс от участников мероприятия уже пошел и широко. Назвали мы достаточно большой список уже реализованных мероприятий, но и это еще не все. Да, действительно, Александр, это еще не все. Буквально тезисно. Особенность проекта – это вот его такая интенсивность содержательная и в проектных мероприятиях. У нас еще пройдут четыре региональных ярмарки образовательных услуг, где мы покажем в конкретном регионе, кто на что гораст, кто на что способен и как он может привлечь с образовательной точки зрения местное население. Это и мастер-классы, и презентации общественных организаций, презентации некоммерческих учреждений, которые оказывают образовательные услуги. Кроме этого, еще вот блок, который тоже в стадии реализации – это блок историко-культурного наследия. Это благоустройство усыпальницы рода Фащи в деревне Грабовка. Мы, по сути, продолжаем вот… Начатую работу. Да, начатое мероприятие в рамках проекта предыдущего «Грабовский парк». И также это мероприятие «Образовательный велоквест» для взрослых по Екатерининскому шляху, когда мы будем просвещать наших взрослых жителей Гомельского района с помощью вот таких активных форм и с помощью вопросов из истории Гомельского района. А также заключительный районный форум «Образование для каждого во всем мире на протяжении всей жизни», где мы подведем итоги проекта и определим перспективы и приоритеты развития образования взрослых в Гомельском районе. Галина Владимировна, сегодня мы рассказали всего об одном проекте. Так много реализовано, уверен, много еще и впереди. Расскажите о DVV International, немецкая ассоциация народных университетов в Республике Беларусь. Какое количество проектов в Республике поддерживают? Насколько они разнообразны? Проекты очень многообразны, действительно. Их много, ежегодно количество партнерских организаций существенно варьируется, скажем так, где-то от, может быть, иногда в самом начале от 20 до практически 50 с лишним. Но в целом партнерских организаций у нас больше, потому что мы не только поддерживаем проекты, но также охотно вступаем в совместную деятельность, проводим совместные мероприятия. Это могут быть совсем небольшие мероприятия, или там регионального масштаба, как, например, в Брестской области мы длительное время сотрудничали, вместе проводили с администрацией Брестской области фестивали инициатив и клубов пожилых людей, или совсем локального, или национального, как фестиваль неформального образования. То есть и сферы самые разные, правда? И сферы очень разные, как я уже назвала. Это может быть образование в пенитенциарной системе, здесь на территории Гомельской области. Это образование взрослых и сельское развитие, это профессиональное образование, потому что, как ни крути, для взрослого человека вот эта прагматическая связка между рынком труда и его личностным развитием, она все-таки очень значимая. Поэтому мне хотелось бы пожелать в том числе Гомельскому проекту «Территория просвещения», не утрачивать ориентацию на сотрудничество, на сотрудничество с очень разными организациями, и в том числе сотрудничество, скажем так, с предприятиями, потому что вслед за личностным развитием непременно должно подтянуться, скажем, развитие местного сообщества и развитие местной экономики. Один проект уже практически реализован. Как часто проходят конкурсы инициатив, и что необходимо для того, чтобы общественное объединение либо небольшая региональная структура выиграла тот самый конкурс грантов? Ну, в принципе, есть две возможности. То есть предложить нам какую-то идею в конце года, желательно до конца ноября. Мы можем посмотреть, насколько это вписывается в наши планы на следующий год. Либо ожидать официального объявления конкурса, в частности, в следующем году специально для Гомельской области. Я хотела бы проанонсировать. Это будет конкурс для пенитенциарных учреждений по расширению доступности дополнительного образования. Кстати, эта информация уже во всю идет во всех новостных каналах у нас в Гомельской области. Поэтому я думаю, что будет следить об этом. Я хочу сказать, что и в этой теме по пенитенциарной педагогике, по пенитенциарному образованию Гомельская область впереди всех других областей. Также, как и данный проект Гомельский район «Территория просвещения», он тоже, в моем понимании, достаточно уникален. Потому что три такие вещи, которые здесь присутствуют, это, с одной стороны, попытка институционализации, то есть создание общественного совета на уровне района по вопросам развития дополнительного образования взрослых, как такого консультативного органа. С другой стороны, методическое обеспечение, поддержка в, так сказать, онлайн-пространстве. И оно, как бы, позволяет нам привлечь внимание к тому, что образование для взрослых должно быть доступно на местном уровне и позволяет создать вот этот задел для его развития в будущем. Итак, уважаемые друзья, спасибо за интересный и полезный разговор. Время подводить короткие итоги. У каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы поставить свою точку в сегодняшнем разговоре. Татьяна, начнем с вас. Прежде всего, тема инвестиций в различные сферы – это очень важная, актуальная тема сегодня. Но что касается инвестиций социальные, конечно, в человека – это самое благородное, наверное, дело, которое нужно реализовывать. Поэтому мы, конечно же, будем поддерживать всех инициативных, как я уже ранее говорила, людей. Мы будем поддерживать все творческие проекты, которые направлены на вот эту главную идею образования, дополнительного образования именно взрослого человека в течение всей жизни. Спасибо. Владимир. Я хочу сказать, что подобные просветительские образовательные проекты, да, по сути, их можно назвать социальной инвестицией, но еще это и возможность для конкретного региона, для людей из этого региона стать лучше, улучшить себя в окружающем мире, повысить свои знания, свой опыт, навыки и стать лучше в профессиональной сфере, в общественной деятельности. И тем самым, вот, по сути, сделать так, как заложено в ключевую миссию идею нашего проекта учиться, чтобы жить лучше. Спасибо. Галина. Ну, и подводя итог, конечно, мне хотелось бы пожелать, чтобы Гомельский район не сбавлял темпов, поскольку за каждой инновационной идеей приходит возможность для следующей инновационной идеи. А как мы знаем, все-таки образование является таким основой или залогом для развития инновационной деятельности, которая, как правильно отметил Владимир, ведет к улучшению качества жизни. Что ж, еще раз спасибо за интересный и полезный разговор. До встречи здесь, в студии областного телевидения. Ну, а мы же на этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. И сегодня мы говорили о реализации проекта Гомельский район «Территория просвещения». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин